Приветствую вас. Для начала надо бы понять, что вообще вы вкладываете в понятие игровая зависимость. То есть вы играете где, на чём, во что. Существуют ведь игровые автоматы, азартные игры, существуют ведь компьютерные игры. И всё это игры, и во всё это люди играют. Поэтому я думаю, что было бы хорошо, если бы вы именно этот момент для себя прояснили бы. То есть, точнее для нас лампы всё известно, а вот нам нет. Это первое. Второе. Любая зависимость нужна для чего-то человеку. Любая зависимость нужна за чем-то человеку. И я думаю, что начинать на разговоре о зависимости стоит с того, чтобы определить, что вы хотите и что вы получаете в результате этой самой зависимости. То есть, какие вам приходят по итогу плюсики. От того, что вы следуете своей зависимости. Вот. Ну а дальше, дальше необходимо работать. Работать с тем, когда вы приняли такое решение. решение увлечься зависимостью, ну тем, что породилась зависимость. Почему вы выбрали именно это? Какие чувства в тот момент вы подавили в себе? Ну вот. Это всё нужно исследовать, это всё нужно прорабатывать и соответственно, тогда будет эффект. То есть, грубо говоря, грубо говоря, нельзя просто взять и избавиться от зависимости. Её нужно раскрыть. Вашу зависимость нужно раскрыть. Необходимо это сделать. Только раскрыв вашу зависимость, только раскрыв её, раскрыв ту потребность, которая стоит за ней, мы сможем эту самую потребность реализовать. И реализовав её, вы перестанете от этого зависимость. И даже сможете в меру этим заниматься. Но для этого требуется, конечно, достаточно упорная работа. Как правило, человек, как правило, человек, испытывающий зависимость, это человек в той или иной степени в себе неуверенный, в той или иной степени чего-то страшащийся, в той или иной степени имеющий какие-то внутренние противоречия и запрет. Оно-то зависимость, это не что иное, как запрет. Зависимость, это не что иное, как запрет, запрет на то, чтобы делать то, что вы хотите. То есть, то, что вы хотите сделать, вы не можете делать, и в итоге это вливается в сублимацию в виде зависимости. Как правило, как правило, подобные конфликты, внутри личностные конфликты, они нуждаются в разрешении, в помощи вам, в их разрешении. И мы можем, можем вам помочь в этом, если у вас будет такое желание. Вот. Изменения по поводу зависимости у всех, в принципе, я думаю, будет одно. Потому что механизмы зависимости одинаковые. Вот. Другое дело, что у меня есть ощущение, что вы ищите вариант попроще, в вашем случае вариант попроще не подходит, потому что это чисто психологическая зависимость, игровая. И, соответственно, тут нужно сначала принять всю правду, какая она есть, да, всё отсутствует, психологическая зависимость, соответственно, чисто психологические конфликты. Вот. Вот. Потребуется, соответственно, помощь родных, близких, друзей. А для этого потребуется ваша, собственно, воля, усилие потребуется. Вот. Но по итогу, по итогу вы придёте к куда более полному и глубокому удовлетворению своих потребностей. Вот. Вот. Чем сейчас. Ну, чем на данный момент это происходит. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.